Итак, тема сегодняшнего эфира, что обязательно должно быть на свадьбе. Хочу начать с того, что речь пойдет именно о российских свадьбах, о свадьбах, которые делаются либо на территорию России, либо даже если они делаются не на территорию России, но по крайней мере делаются нашими согражданами. Я считаю, что свадьба не может быть без свадебного платья. Вот как ни крути, все-таки свадьба делается, ну, хотелось бы, да, всего лишь один раз в жизни, и мне кажется, что все-таки невеста должна быть подобающе одета, все-таки у невесты должно быть свадебное платье. Она должна быть в чем-то светлом, даже если это не белое, но все-таки оно должно отличаться от какой-то повседневной одежды, чтобы хотя бы для самой же невесты было понятно, что да, это мой праздник, было понятно, что да, этот день отличается от других дней в календаре. Я считаю, что, безусловно, свадьба не может быть без... Причем в данном случае это может быть и фуршетный формат мероприятия, о котором мне частенько пишут девчонки, это может быть и формат барбекю, о котором, кстати, мне недавно тоже написала одна невеста, что вот у нас был формат барбекю, и им даже удалось там сэкономить. И это может быть и банкетный формат мероприятия, но как ни крути, все-таки я считаю, что свадебный ужин должен быть. Знаете, на многих, ну даже не на многих, вот я сейчас вспомню, по-моему, во Франции есть такое правило, мне девчонки рассказывали об этом, что вручается пригласительным гостям, и в пригласительном, там кому-то пишется, в пригласительном о том, что мы ждем вас на свадебный ужин, мы ждем вас на свадебный банкет, помимо церемонии. У кого-то в пригласительном написано, что мы ждем вас только на фуршет, а у кого-то в пригласительном, в принципе, написано, что мы ожидаем вас только на венчание, на роспись и так далее. И в принципе для европейцев, для французов это нормальная история, ну подумаешь, ничего страшного, не пригласили на фуршет, не пригласили на банкет, В общем-то, ничего такого нет, ну, подумаешь, схожу на роспись и будет, как говорится, и уже поеду домой, все нормально. Порадуюсь за людей и поеду домой. Мне кажется, что все-таки для наших людей, для российских свадеб и для людей, которые проживают, ну, не только в России, я повторюсь, да, для людей, которые проживают и в других странах, ну, наши сограждане, для нас все-таки это, конечно, оскорбительно, если нас не пригласят на ужин именно, если нас не пригласят там к столу, как говорится, потому что все-таки, как ни крути, но мы народ гостеприимный, с открытой душой, и, безусловно, все-таки свадебный ужин должен быть, если мы говорим о полноценной свадьбе, да, если мы не говорим о той истории, когда просто расписались, там, уехали куда-то, и, в общем-то, в принципе, свадьбы, как таковой, ну, как таковой не было, да. Так, дальше, следующий момент, на который я также хочу обратить внимание, это все-таки, по моему мнению, фотограф должен быть на свадьбе, безусловно. Знаете, я сразу вспоминаю картинку, которая гуляла по интернету одно время, это они решили сэкономить там на свадьбе, и просто запомнили это мероприятие. Вот вы смеетесь, да, вот вы мне говорите о том, что, да не может быть такое, что в 21 веке есть люди, которые отказываются там от фотографа, есть люди, которые там отказываются там на чем-то экономят, да, отказываются от официантов, а такое есть, девчонки, вот в чем штука. Штука в том, что действительно ко мне периодически приходит сообщение о том, что так и так вот мы решили там отказаться от этого, мы сейчас возвращаемся к теме прошлого нашего выпуска, мы решили отказаться от этого, мы решили отказаться от этого, и в итоге получилось вот это. Повторюсь, я считаю, что фотограф на свадьбе должен быть, но, есть одно но. Я сейчас не говорю про свадьбы ребят, которые очень креативные, про свадьбы популярных блогеров, потому что, ну, понимаете, для популярных блогеров, для популярных ютуб-блогеров, оговорюсь немножко, для них свадьба как таковая, это не праздник двоих, да, не праздник для себя, для своей семьи, а больше такое, знаете, запилить контент, как говорится, для того, чтобы собрать контент, для того, чтобы рассказать потом на своем канале, как они самостоятельно подготовили свою свадьбу, как у них там получилось сэкономить и так далее. Но на самом деле это отдельная тема выпуска, если вам интересно услышать мое мнение относительно вот таких вот креативных решений, когда отказываются от фотографов, когда блогеры самостоятельно делают свою свадьбу, самостоятельно фотографируют, снимают, там, снимают репортаж на своей свадьбе, вместо того, чтобы сделать праздник для себя и для своей семьи, напишите мне в комментариях, я запишу отдельный выпуск на эту тему. Дальше, я на 100% уверена и считаю, что все-таки свадьба не может быть без стилиста. И несмотря на то, что сейчас в тренде, да, 2019 год, он, тренд 2019 года, это такой нюдовый макияж, это естественность, это там просто вот прямые волосы, да, как у меня сегодня, это там какой-то минимальный макияж, как у меня опять же сегодня, там чуть-чуть, да, где-то там тон, помада и все. Несмотря на это, я все-таки считаю, что стилист должен быть, потому что если посмотреть на большинство девушек, все равно они с утра, когда просыпаются, они не выглядят как голливудские звезды, которые проснулись с утра, да. Все равно есть где-то там какие-то нюансы с кожей, есть какие-то нюансы с волосами. И мне кажется, что свадьба это такой день, когда девушка должна быть идеальной, когда девушка должна быть вот просто, знаете, вот суперзвезда, когда она должна выглядеть вот просто на 100%, когда ее там будущий муж, когда ее молодой человек видит ее, и у него же там дух захватывает, от того, боже, какая она красивая, боже, неужели это моя будущая жена. Вот такая должна быть реакция. И по моему мнению все-таки я считаю, что именно стилист поможет создать такой образ, именно стилист поможет сделать невесту неотразимой, сделать так, чтобы подчеркнуть все ее достоинства и скрыть все ее недостатки. Поэтому даже если девчонка хорошо красится, даже если мы понимаем, я понимаю, что она за моими волосами, за моей кожей, тем не менее я считаю, что все-таки в день свадьбы стилист должен быть профессионал рядом. Следующий момент для многих сейчас будет спорный, но я повторюсь, что это мой такой списочек пунктов, которые необходим для полноценной свадьбы. Я считаю, что свадьбы не может быть без ведущего. Многие сейчас мне скажут, ну а как же там свадьба, когда это просто семейный ужин, как же там свадьба, когда мы просто хотим посидеть, грубо говоря, и чтобы нас никто не трогал, чтобы мы там пообщались и так далее. Несмотря на это, вот повторюсь, я много раз присутствовала на семейных ужинах, я даже проводила такого рода мероприятия, и вот после этого я в очередной раз убедилась, что именно на семейных ужинах, ну в том числе, точнее, на семейных ужинах, конечно, ведущий должен быть, потому что должен быть человек, который направляет ход мероприятия, который делает так, что нет каких-то неловких пауз, нет каких-то заминок и так далее. Вы знаете, было мероприятие как-то, я снимала в сторис, я, к сожалению, не сняла репортаж с этого мероприятия, ну в силу того, что просто не взяла с собой камеру, вот такое бывает. Вот поехала и забыла взять с собой камеру. Так вот, снимая в сторис у себя в инстаграм, многие заметили, что там очень мало гостей, и у меня спрашивали, а сколько всего человек на этой свадьбе? Я говорю, на этой свадьбе всего семь человек. Так, ребят, семь, это вместе с молодоженами? Нет, с молодоженами девять. Так вот, было всего семь человек, и мне очень приятно было читать после того, как свадьба прошла, мне было приятно читать отзыв от невесты, когда написала, что она не понимает вообще, как бы прошло. Ну хорошо, но посидели бы, говорит, мы часик, ну а кто бы там объявил бы танец наш, ну элементарно, кто бы там передал слово там моему папе, моей маме, ну хорошо, ну поздравили бы, ну как-то я говорю, даже не знаю, а как бы вообще, как может это мероприятие пройти, если нет человека, который будет направлять весь ход событий в правильное русло. И знаете, я, кстати, хочу тоже рассказать, поделиться одной историей интересной, которая была на, ну это не совсем на моей практике была история, это была там история на практике моих коллег, но тем не менее я вам расскажу ее. История была такая, жених решил сделать сюрприз для своей невесты, он был откуда-то, ну восточный какой-то парень, не помню откуда конкретно он приехал, и он решил в качестве сюрприза сделать полноценную свадьбу для своей же жены. Я так понимаю, что невеста не знала о том, что свадьба будет, я думаю, что она думала, что это будет просто роспись и все, но тем не менее он заказал очень красивый банкетный зал, то есть он реально человек продумал все, вот если посмотреть, ну даже и не прикопаешься, да, казалось бы, заказал красивый банкетный зал, накрыли стол, там общий был стол, где сидели гости, было много еды, все замечательно, заказал фотографа, видеографа, продумал все, но не продумал только одну деталь, он не пригласил на мероприятие ведущего диджея. Что получилось? Получилось, что вот в момент мероприятия, знаете, возникали какие-то такие неловкие паузы, когда вроде как кто-то должен там слово передать, кто-то должен объявить что-то, а некому это сделать, потому что никто не проявляет инициативу, понимаете, то есть когда проходит свадебное мероприятие, все-таки должен быть какой-то инициативный человек, который может взять инициативу в свои руки, который может сделать что-то, провести что-то, объявить что-то в конце концов. Так вот, в их случае просто никто не проявлял инициативу, и как мне рассказывают мои коллеги, говорят, ну конечно были такие неловкие паузы, что мы даже не понимали, а что снимать-то в принципе? Они там работали в качестве фотографа, видеографа, они говорят, мы не понимали, что нам снимать, потому что гости сидели, гости практически не танцевали, поздравляли они без микрофона, потому что микрофона не было. И тут наступил такой моментик, когда гостям захотелось потанцевать. И тишина в зале, да, соответственно, так как диджея нет, колонок нет, ничего нет, там жених побежал, начал выяснять, чтобы подключили колонки, чтобы какая-то музыка хотя бы была, чтобы гости могли потанцевать. Там даже не музыка, чтобы можно было включить именно конкретно ту музыку, которая нравится гостям. Так вот, во-первых, колонки висели где-то там высоко, то есть, знаете, это все равно, что на вокзале, вот когда на вокзале объявляют, внимание, внимание, там, следующий поезд отправляется вот в такое-то время, в такой-то час. Вот коллеги мне говорят, вот знаешь, было ощущение такое же, как будто вот звук такой вокзальный, и когда музыка все-таки играет не для тебя, когда музыка не зажигает, да, когда это просто там где-то фоном где-то играет наверху, конечно, под такую музыку танцевать, ну, потанцевали чуть-чуть, да, но как-то все равно, как-то это все было так неловко, как-то это все было так странно, и плюс вот это не было, отдельного человека не было, который бы включал музыку, который бы там менял бы там композиции и так далее. Элементарно, чтобы подключить эту флешку, что нужно было там идти куда-то в другой зал, то есть там это была такая вся сложная система, и в целом и общем, в общем-то, в целом и общем было много заминок, много пауз и таких неловких моментов, поэтому в очередной раз я все-таки настаиваю на том, что ведущий должен быть на мероприятии, даже если, это небольшое мероприятие, даже если ребята настаивают на том, что они хотят, чтобы это был просто тихий свадебный ужин для самых близких людей, ведущий должен быть по тому, что, повторюсь, должен быть человек, который проявит инициативу, потому что при условии, что это тихий семейный ужин в кругу близких людей, просто из-за того, что все скромные, из-за того, что все, ну, вроде как пришли поужинать, пришли к близким, они просто могут быть не готовы к тому, чтобы проявить какую-то инициативу, поэтому для этого нужен отдельный человек. Ну да ладно, соответственно, следующий мой пунктик, да, это помимо ведущего, это музыкальное сопровождение, то есть диджей, который будет элементарно включать композиции, даже если вдруг по какой-то причине, да, я тоже частенько слышу о том, что молодожены говорят, мы там не хотим брать диджея, мы там хотим, там, не знаю, отказаться от этого. Вот многие, я не знаю, сейчас пока не читаю комментарии, но я получаю такие сообщения, понимаете, от молодоженов, и сейчас я с вами делюсь теми сообщениями, которые я получаю. Даже если вдруг, в любом случае, по крайней мере, должен быть комплект оборудования, чтобы музыка звучала для вас, чтобы не было ощущения, что это играет где-то там сверху, да, что вы находитесь на вокзале в этот момент. Дальше, следующий момент, на что, без чего, по моему мнению, без чего, как я считаю, не может быть свадьбы, это либо десерт, либо тортик, да. Все-таки сладкое завершение вечера должно быть, даже если молодожены не хотят заказывать полноценный тортик, такое тоже было, кстати, на моей практике, когда ребята отказывались от полноценного красивого тортика, по крайней мере, какой-то десерт, какое-то угощение должно быть. Ну, я думаю, что здесь даже останавливаться не стоит, потому что это и так понятно, что даже на любых там семейных праздниках, вот не знаю, напишите мне, вы на семейных праздниках разрезаете тортик, есть у вас какой-то десерт на семейных праздниках? Вот у нас есть, у нас это обязательный элемент, поэтому на свадьбе, соответственно, я считаю, что тортик или какой-то десерт, какое-то угощение сладкое должно быть. Ну, и, наконец, такое завершение, да, темы, без чего все-таки не может быть свадьбы, как я считаю, это без букета невесты. Опять же, многие мне сейчас могут сказать, что, ну, как же, ну, вот у меня там такая-то свадьба, у меня не было букета, у меня был там венок, у меня был там браслет на руке или еще что-то. В общем-то, все это я могу объединить в единое целое. В данном случае под букетом я как раз-таки подразумеваю какие-то такие вещи, либо венок на голове у невесты, либо браслетик, либо букетик, но все-таки какой-то элемент нежности, такой вот цветущести должен быть. И даже если это какая-то небольшая свадьба, камерная свадьба на несколько человек, все-таки букет невесты, я считаю, должен быть. Так, мне в параллель пишут, пишут. Корнева и Ринда